Здравствуйте! Это программа «Второе дыхание». Сегодня мы познакомимся с семьей, для которой спорт – это образ жизни. Молодые люди познакомились на соревнованиях, работают вместе на тренировках, выезжают на различные турниры. Благодаря спорту этой паре удается быть вместе всегда и везде. Представляем вам мастеров спорта международного класса по палеотлону супругов Дениса и Юлии Ручковых. Неоднократных победителей призеров чемпионатов мира по зимнему и летнему палеотлону. Рабочие дни в этой семье начинаются с тренировки. Супруги уже давно вместе проводят время на стадионе, в тренажерном зале и в тире. Ведут совместную подготовку к важнейшим стартам. Всегда помогают и поддерживают друг друга. А вот самая преданная их болельщица – пятилетняя дочь Ариша. Она не мешает маме и папе совершенствовать свои физические качества. Напротив, Непоседа занимается своим игровым тренировочным процессом там же на стадионе. Ведь она знает, что ее родители чемпионы и готовятся к новым соревнованиям. Денис начал заниматься спортом в 7 лет, когда мама отвела в секцию гимнастики. С тех пор стадион стал для него родным домом – футбол, волейбол, хоккей. А уже с девятого класса Денис увлекся легкой атлетикой. На эту специальность уже позже он и поступил в высшие учебные заведения. Закончил академию физкультуры, поработал 4 месяца тренером. Ну и пришлось уйти на срочную службу, год отслужить. И уже на службе немножко началось разнообразие спортивной деятельности. Потому что и поставили на лыжи, начал и на лыжах кататься, и многоборьями заниматься. Для многих полиатлон – совершенно новая дисциплина, что и неудивительно. Ведь в мире спорта она существует всего 17 лет. Есть летний и зимний полиатлон. Зимний включает в себя три вида спортивных состязаний. Лыжные гонки, стрельба из пневматического оружия и силовая гимнастика, отжимания от пола у женщин и подтягивания у мужчин. В летнем полиатлоне на смену соревнованиям на лыжне приходят забеги на лекопатологической дорожке. Полиатлон – это сложнейший вид спорта. Он требует отличной физической подготовки, выносливости, меткости в стрельбе и многого другого. Именно поэтому к тренировочному процессу должен быть особый комплексный подход. Бывают такие моменты, что становится очень тяжело, чувствуется колоссальная перезагруженность, закисленность в руках, то есть иногда хочется все бросить и бежать. Но в то же время через 2-3 дня уже появляется энергия, и приходишь и делаешь все заново. Тренировочный процесс очень разнообразный в стрельбе. Там это не просто выстрел. Работа идет многогранно, особенно с пальцем работа. Основное – это нажатие на спусковой крючок. Здесь тоже много своих тонкостей и особенностей. Первый старт, на котором Денис выступил в полиатлоне, был областной спортивно-культурный праздник Севера. Этот вид спорта оказался тем самым, где Денис Рычков получил возможность максимально раскрыться как спортсмен. В 2002 году он стал мастером спорта, а спустя 6 лет, завоевав три медали серебро и две бронзы, на чемпионате мира в Санкт-Петербурге выполнил норматив мастера спорта международного класса. Сегодня в медальной копилке семьи Рычковых не одна сотня наград за победы в различных видах спорта. И за летний и зимний палеотлон, и за лыжные гонки, и за легкую атлетику. Почетное место в коллекции занимают медали и кубки областных сельских спартакиад. Знакомство со спортом началось как раз именно с королевы спорта. Сейчас также продолжаю и легкой атлетикой, и биатлон, и палеотлон зимний. То есть именно на этих соревнованиях областных мы созрели, и это дал толчок к дальнейшему нашему процветанию. Впрочем, эти соревнования памятны для них не только спортивными победами. В 2001 году именно на областном спортивно-культурном празднике королева спорта в Ново-Варшавке состоялась первая встреча будущих супругов. Вообще наша первая встреча произошла где-то, наверное, в 2002 году. В 2002 году. Ну, это просто я его увидела. Лицо. Тет-а-тет. То есть он меня совершенно, наверное, ничем не заинтересовал. Ну, мальчик так мальчик. А потом, как выяснилось, он меня вообще уже преследовал, наверное, с 2001 года. Потом мы как-то начали все ближе и ближе общаться, когда я уже начала заниматься палеотлоном. То есть уже пошли совместные поездки. Уже позже, после знакомства Юлия и Денис, вместе готовились к Сибириаде в Кемерово. Вернувшись оттуда с победой, ребята решили больше не расставаться. Когда вот мы съездили на Сибириаду, и я там выиграла, просто это было неожиданно. То есть никаких надежд даже на призовые места не было. Ну, а тут такая удача. То есть я и хорошо отстреляла, и от жалости все так в куче удачно повлияло. И я выиграла, и выполняла мастера спорта. Ну, эмоции, конечно, все. Тут он ко мне подбежал, меня начал целовать. Что я такая молодец. Нет ничего удивительного в том, что отдыхать после совместных тренировок, соревнований, выездов Денис и Юлия привыкли тоже вместе. А зачем что-то разделять? Ведь в их доме отлично уживаются и любимая работа, и семейное счастье. Когда дома не бываешь, неделями, месяцами, когда на сборах или сразу серия соревнований идет, выездных больших, конечно, приезжаешь. Отдых просто необходим. Проходим и морально отдохнуть, и физически, и с ребенком, конечно. То есть столько и разлуки, хочется пообщаться куда-то, сводить ее, поиграть, покататься на тех же аттракционах. Смена домашней тренировочной обстановки очень нужна. Обязательно. Летний сезон палеотлона уже закончен, и после небольшого отдыха семье Рычковых вновь предстоит готовиться к новым стартам и победам. Выстрелы из этих винтовок помогли героям нашей сегодняшней программы взойти на педесталы крупнейших соревнований. Пожелаем сегодня Юлии и Денису всегда попадать точно в цель. Это была программа «Второе дыхание». Увидимся. Меня не напугают неудачи, не страшен будет мне холодный ветер. Со мной моя семья, а это значит, я счастливее всех на этом свете. Будет день счастливый и чудесный самый, если рядом будут папа и мама. Редактор субтитров А.Семкин